Мы едем в деревню Жули, в историческую родину. В данный момент мы находимся в городе Медынь. Там чуть-чуть. Где-то тут недалеко был концлагерь. Да, конечно. Едет с нами Егор и папа. Нет, на самом деле не все. Вот в данный момент мы движемся к городу Юхна. Да. Ну я кошку, кошку, кошку я покажу. Да, да. Мы приехали уже в город Юхнов. В принципе, Мекку, астрономов-любителей. Самое темное место из подмосковных мест. Но у нас уже дождь. Селфи. Да. Селфи. 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 Мы въехали в национальный парк Угра. Оказывается, есть и такой. О, даже машина попадает. Это уже свернули с основной трассы на Юхнов. Ну да. Уже много приезжали. Так и было. Это мы с каком-то населенном пункте, непонятного пока названия. Рейдинки. Рейдинки. Ну тут даже есть мемориал. Конечно, Смоленцкого. Музей главнокомандующего. И Фрец 3-й армии генерала Ефремова. Ну уже близко к Джулиану. Километров пятьдесят. Мы приехали на просторе Украинского района. О, украинский район. Лес куда-то попал. Да. Куда я уже провел. Ширидар. Да. Чисто простор. Миневые поля у Гранского района. Странные вообще. Продолжение следует... Продолжение следует... У нас последний рывок. Мы проехали всходы, и это прямая дорога на Жули. Небо интересное. Дорога в очень хорошем состоянии, так что, в общем-то... Едем... В общем, до Жули 2 километра, или 3. Мы уже едем по конкретной лесной дороге. Никакого теперь... Просто твердая дорога. И впереди... Жуткая гроза. Так что лопатку мы взяли не зря. Нашел Жули. Сколько километров? А, 860 метров. 860 метров, да. Но тут где-то вот да, совсем вот буквально оно должно быть. Но дорога уже конкретно с фотографией. Но главное, нам показывает, что мы едем не по... Вот мы и в Жулях. Попошь. Тут даже какие-то люди живут. Еще 17 человек, судя по... Четверо же. Википедия жива в 2000 году. А, 2000. Смотри, озеро попало. Весочек такой. Да, телефон. Егор, вот, наверное, тут нам надо останавливаться. Почему? Нет, ну потому что вон угро. Нет, нет, давай проедем. Да, посмотрим, что там дальше. Ну, давай, да. Давай проедем. Смотри, он тоже, как бы не местный, Иван Яковлетюк. Вот Малаканов жил. Как бы они... Ну, Яков Иванович, ему 90, ну, под 90 лет он умер. А, а... Вот, Малаканов здесь был. Это уже нет, исходя. Дети были вот неделю назад. Сын один, наверное, сыновей, уехал. А, может быть, он что-то... А, может, это он сайта держит? Может быть, потому что Малаканов, да. Кстати... Их, значит, осталось два брата. Осталось, было их четыре брата, осталось два. Вот, и... Э, какая-то сестра у них, вот. Вот, Дзенцова живет под Москвой. Вот, ну, вот, может, не знаю, Анна Яковлевна. Я не знаю, местная, не местная, Анна Яковлевна, значит, вот. Такой, шатер такой, то есть, как бы, тряпичный. А, это вот там вот, да. Слева, да, слева дом, не справа, а слева дом. Справа там, эта машина, вот, Анна Яковлевна. Подождите, может быть, она, так сказать. А, вот слева это вот там, да, в смысле? Нет, вот сейчас проедите, вот спуститесь как раз. Слева бак стоит, а справа, то есть, вот, справа, если слева, Солб с фонарем, слева Анна Яковлевна, вот. Может быть, она, я не знаю, так сказать. Местная она не местная. Значит, из местных? Вот, Марья Андреевна, но она, как бы, замужем за Ивана Яковлевича, за местного, так сказать. Ну, ей уже тоже там лет под 70, я точно не знаю, так сказать, грубо, я никогда не спрашивал, но грубо. Вот, что она, так сказать, знает, что не знает, не знаю, вот. Значит, еще, генералова Паша, то есть, она вышла, так сказать, за мужчину. Ну, генералов, вот. На той стороне. Отец ее тоже до 90 лет прожил, вот, в Любогощи, и, грубо говоря, ну, там самый первый дом, он пустой уже, дядя, это, Ульянова жили, так сказать. Ну, и все. Ну, кого здесь, Амурцевый, значит, в Росте живет, он опять, значит, дядя Леша ее муж, значит, умер, она одна, так сказать. То есть, откуда она сама, не знаю, значит, ну, ей тоже не знаю, сколько лет. Это уже, как бы, там, на годке дом. То есть, все, вот, три бабушки, три бабушки местные, все, вот. Все остальные, простите меня, сказать, ну, я, как бы, значит, с конца 50-х, ну, в общем, грубо говоря, более сознательно уже в 60-х годах в Любогоще, там уже, как бы, один Витька, вот, так сказать, Пашин сын, генерал, так сказать, вот, женой. Вот, а она, жена у него из Кутеровского сокола. Значит, хорошо, Талич фамилия такая, то, что, или вам ничего это не говорит, то есть, как бы, то есть, понятно, нет. Ну, это в Любогоще он жил, не знаю. А, нет, тогда, тем более, нет. А, вот здесь наши, Течниковый, Лежа. А, слушайте, Ёк, Макарёк, пойдёмте, быстро. Сейчас, заезжайте к вам, я совсем забыл. Николай Ламчев, Лыжинковый. Может быть, он вам что-нибудь будет открыть? Ну, не знаю, найдёте общий язык или найдёте, ему тоже уже, кстати, завосим. Короче говоря, телефонная будка. Машину атакуют миллионы слепней. В общем, Николай Лавановичу, заезжайте. Вот он самый, как бы, самый. Это, кто вышел, я не знаю. Это, как, может быть, самый, как бы, это точно, может быть, самый, как бы. А, или... Это уже точно. Нет, ну, давай, как бы. Нет, я понимаю, если самый, как, не ухаживали за могилой, естественно сказать, самый, как у этих. Да, уже ничего не... То есть, я, так сказать, самый, как... С 45-го года, что ли? Нет, слеподоши. Нет, ну, я могу сказать, что у моей тётки, так сказать, поставили, вот, деду, там, сказать, эту табличку. Сейчас даже не... Ну, где-то, вот, в 80-х годах. Ну, понятно. А дед, он умер в 43-м году, так сказать. Ну, если не ошибаюсь, как бы, уже тоже редко хожу. Сейчас, тем более, вот, был мост. Раньше были клади такие, то есть, как бы. Ну, здесь было, вот, в 80-х годах 22 двора. В смысле, 22 коровы. Мы за тобой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вспомнит женщина. Ну, да. Ну, просаживайтесь, она вам расскажет. Что на Дальний Восток. Да. Да, да, жили, жили тут здорово. И дочки, у них были две. Две дочки, Нина и Даша. Да, да, да. Это мать наша говорила. Та Даша, еще живая, ей сейчас года 93. О, какая. Вот так вот. У них прорудочек. Ну, я, мне же, в мою сетку, а я одна осталась. И брат уже старший умер, и сестра одна я только осталась. И мать, все поумирали. Я одна только. А там дома, наверное, где Жаровы жили, уже и нет. О, а там уже, уже, там уже началась, уже новая стройка началась. Ну, это, ну, это дома. Вот так вот, мальчики. Этот один домик стоит давно. Сколько же вы уже, о, сколько вы не были и захотели на родину? 45 лет. Что там? 65 лет. 65 лет и на родину? О, что снюх там? Это знаете, вы на родину вот тут. Да. Живет там теперь, как уже? На Дальнем Востоке. Да я понимаю, что вы, если вы ехали на Дальнем Востоке. Тут Алтошка была, Евдокия. У меня как-то же забыли, что-то. Вот хатка эта стоит еще. Тут купили, не купили. Ну, ее, да, купили. Да, купили. И вот эта старая, уже довоенная. Вот ваша хата, это, да, правильно. Да, стоите, да, старенькая, до войны. Ну, вот как раз вы с этим, с Сергеем разговаривали. Вот это их хата. Она так, покажите, пожалуйста, стоим. Дурины, где же ты живешь? Ну, я знаю, они там стояли. Стояли, ну, вот это их хата. А, это вот, где вот этот мужчина был? Да, 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 да. Да, когда Алдоша, да Алдоша поделилась. Да, 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 я вспомню еще. А она выходила, брала себе Захаревского мужчину. Его дочки были. Ну, вот приезжали, они в них. Банька была, он Маня, где банька. Это и этот приезжал, как его, где Настя дом построил. Это две дочки было у них, и еще был Арсентий, мужичок. Да, да, да. Он умер довольно-то. Ну, все, да, все вы. Вот хоть одну я вам нашла, ребятки. Да, ну, это большое спасибо. Вот одну я вам нашла. Я долговечная тоже. Вы мне 79. Будет 5 ноября 82. Ну, вы на 5 лет старше меня. Да, да, вот это я чуть-чуть. Мы на старой дороге в Жулях, куда мы наконец приехали. Правда, попал, надвигается на нас жуткая какая-то гроза, поэтому, ну, вот там вот был дом Жаровых, шалаш. Да. А вот старая дорога в Жули. Насколько встретится. Да не факт. Вот. Куда мы, собственно, и доехали. А вот тут уже не похож. Чтобы на эту сторону. На том пригорке был шалаш. Ну, пойдем, пойдем сколько-то. Да далековато. Да вот я думал, может быть, мы пройдем, а я, может, проедешь. Ну, давай. А не факт, что они встретились. В 2010-е годы шелелки. Да, да. Вот. Тот дом его длили. Вот тот дом наш уже старый, с 1948-го года построили. А мы куда? В Жули приехали. Мы приехали просто в дорогу. Ну, в Жули, в Жули, пап. В Жули. А мы нигде. Мы сейчас приехали и сейчас увидим. Посмотрели. А где? В Москве живет. Ну, уже. Кто в Москве, кто в Волгоговне, Востоке. А, вот это жили на Сыске, но в жили на Сыске. Ага. Последний раз в 45-м году. Тут же переедут туда, что ли? Нет, это на любое. Ну, ладно. Всего доброго. Спасибо. Так. Куда? Выйдем на ту дорогу или назад? Ну, подаваю до того. Спускаемся к реке Угре. Вот деревня Жули. Жуткое небо. А мы пошли к реке. Видимо, тут ловили рыбу. А, мост, да. Это был старый мост. И вот тут она всплывала, эта рыба. Всплывала, мы без нее увидим. Да. Вот река Угра. И может, эта старушка ко мне подбежала и говорит, эту рыбку не трогай, я за ней гонялась. Мне было пять лет, а ей лет девять. Да. На обратном пути мы остановились у памятника. Это мы едем из деревни Жули в Москву. Капитану Флёрову Ивану Андреевичу. Первый командир Катюши. А, так я знаю Флёрову Ивану Андреевичу. Я про него читал, да. Они как раз вот там на поле взорвали эти свои, ну, короче, Катюши и сюда отступали. Да. Дорога называется Иду на грозу. Ты видел? Да, видел, да. Ты молнию не успел? Нет, не успел. А, ты включил? Молнию не успел, да, чуть-чуть. Ну, может быть, сейчас ещё повезём. Ну, так интересно выглядит, да. Итак, мы... С командировочным вызов стрелениями я попозил. На обратном пути заехали опять в Малая Рославица. Поскольку на пути прямом я его не снял, вот, снимаю. Для хроники нашу поездку по нему обратно. Моя его. Очень приятный город. Вообще, полицейский. Ну, какой-то, видимо, Малый Рославицкий собор. Да, он такой-то, какой-то, совершенно древний город. Довольно красивый. Ну, что, да, это, наверное, церковь. Да. Посадка, тревни. Через 350 метров поверните направо. Субтитры создавал DimaTorzok